В начале все плывут. На этапе велогонки нужно и обсохнуть, если погода позволит. Потом все бегут. Знаю, кстати, людей, которые могут осилить за 21 час 140 километров и проплыть морской шторм 5 километров. И все они участники триатлона. И сейчас вы увидите у нас в студии. Вот эти сумасшедшие люди, чьи способности логическому объяснению не поддаются. Анна Мартышкова, участница суточного забега и чемпионата мира по зимнему триатлону. В Китае дело проходило, правильно? Константин Сизранцев, призер чемпионата мира по зимнему плаванию. Что же вам дома не сидится? Хочется спросить, в какое-то время холодное. И Наталья Катринюк, президент федерации триатлона Хабаровского края. Наталья, нам сегодня еще столько примеров приведет, правильно? Я так понимаю, это не единственные такие у вас лютые герои вашей федерации, да, члены? То есть у вас еще такие герои? Про каждого можно рассказать. Да. Почему я называю вас сумасшедшей? Я попробовала часть дистанции преодолеть. Вы знаете, я не осилила, мне кажется, и одного процента. Как же так? Анна, расскажите, вы смогли преодолеть суточный забег? Ой, даже и не знаю. Я вообще в бег пришла в 2018 году. Никогда не думала, что буду бегать так много. И что меня сподбило дальше бегать, это был... Олимпийскую десятку проводил беговой клуб «Атлетика» в 2018 году. И меня обогнали представители бегового клуба «Бодрость», которые бабушки и дедушки, ветераны спорта. Мне было настолько стыдно, что я решила немножко побегать. И буквально вот через полгода я уже пробежала 30 километров. В тот раз не могла 5 пробежать, пробежала 30. Ну, потихоньку-потихоньку, знакомства различные, предложения, соблазны. И вот пришла к этому. Что такое суточный забег? Давайте опишем, вот механика, как это все происходит. То есть вы на стадионе, это не где-то, да, там по лесам, по горам, да? Это на стадионе, наматываешь круги в течение суток. Правильно? Так это происходит? Да. Вообще есть разные забеги, да, но я решила принять участие с домашнего, который проводился во Владивостоке. Там забег по стадиону. Есть различные вокруг стадиона, там, ну, то есть по кругу действительно. Первые мысли у меня были, а не закружится ли у меня голова? Ну, было такое, что уже не понимаешь, нету смены картины, ну, вот когда ты бежишь, сколько там, 18 часов? Нет, это, как обычно, первый раз все интересно, все впечатляет, и смена картины там была постоянная, потому что стадион открытый для всех посетителей, и все время... А то есть хотя бы лица вокруг меня, все уже хорошо, да? Да, лица меняются, меняется все, приходят друзья поболеть, и, в принципе, я, можно сказать, я даже только ночью была одна, в основном все время с друзьями были, они меня поддерживали. Мы вообще с вами, со всеми познакомились на акватлоне, это чемпионат города, он проходил на территории Якуба Лагуна, да, Наталья? И что такое акватлон, есть триатлон, расскажите немного, что это такое? Триатлон – это вид спорта, и у него также, как, скажем, у лёгкой атлетики, много дисциплин, то есть есть у нас вид спорта лёгкая атлетика, у него много дисциплин, прыжки, толкание ядра, там, разные. И триатлон – это общее название вида спорта, у него несколько дисциплин. То есть сам по себе классический триатлон, который включает плавание, велосипедный этап и беговой этап, и есть разные дисциплины. Например, акватлон – одна из них, это без велосипеда, то есть это, господи, бег, плавание, бег. Есть также ещё дисциплины зимнего триатлона, вот Константин участвовал у нас. Это, если человек не умеет плавать, естественно, зима, плавать негде, то плавание у нас заменяется лыжной гонкой. То есть это лыжная гонка, велосипед, бег. Есть дуатлон – это если кто-то не умеет плавать, пожалуйста. Это без плавания. Бег, велосипедная гонка и опять бег. А зимой, простите, велосипедная гонка мы на что меняем? Велосипедная так и остаётся. Так и остаётся, да. Плавание на лыжи меняем. Да, плавание на лыжи, а велосипед мы просто проводим по лыжне. То есть по той же лыжне практически, где мы бежим на лыжах, мы бежим этап, велоэтап. Велоэтап обязательно тоже проходит и беговой. Если велосипед немножко проваливается, тяжелее идти, то есть это не по дороге, совершенно другая техника, другой велосипед, другие условия. И беговой этап тоже проходит по лыжне, тоже это по мягкому грунту, почти как по песку примерно бежишь, тоже тяжело довольно-таки. Бывает снег, и по правилам разрешено нести велосипед на себе. И часто вот у нас в этом году проходили соревнования, и был такой сильный снегопад, ну, сантиметров 10 нападало снега, что ехать было невозможно. И на лыжном этапе, на велосипедном этапе многие спортсмены бежали с велосипедом. Да, просто это другое. Да, мне, допустим, приходилось на велосипедном этапе вот в эту зиму в подъем, я просто не вывозил его, то есть я спрыгивал, бежал, его держал в руках и бегом. Так можно? Можно, это по правилам разрешено, да. Анна, расскажите нам еще нюансы вот суточного забега. Там ведь считается количество кругов, да, сколько за сутки вы осилили? Километраж. Все верно, да, нам одевают чип, и мы бегаем по кругу, и отсчитывается количество кругов. Потом умножается на метры. И, ну, вот так вот происходит. За 24 часа можно какое-то время потратить на свои личные нужды? Конечно. Личных нужд бывает много, да. Это и перекусить, и отдохнуть. И поспать, и поспать. Ну, отдохнуть, это для тех, кто бежит для себя не на результат, как я это делаю. Вы делаете, да, перерывы? Конечно, да. А где можно прилечь спать? На стадионе? Можно прямо на стадионе, на травку. Нам любезно предоставили крытый спортзал боксерский, да, мы там можно было на матах отдохнуть. Да, да, все верно. Можно было отдохнуть именно в спортзале. Ну, в следующий раз я не пойду в спортзал, я буду на травке спать. Прям так ближе, не тратить эти доцены минуты, да? Не то, что ближе, и тише, и спокойнее. И как-то... А есть ли у вас такие знакомые, которые не прерывали суточный забег, и вот все 24 часа есть? Ну, сейчас Благовещенская у нас девушка. Я так понимаю, она победила, да? Ну, она участвовала в чемпионате России в Москве. По-моему, да, она заняла первое место, но она прибежала... Она, по-моему, даже в сборную Россию попала. Да, да, да. Она в том числе принимает в триатлоне участие, нет? Нет. Вы еще не затянули, да, ее в свое... Ну, она, опять же, была региона, поэтому... А, она в другую... Да, в Благовещенске, конечно. В Благовещенске, ничего себе. Вот это люди, какие-то еще у вас интересные есть такие супермены для нас этого... А потом вы все плавненько переходите в триатлон, да, и в акватлон? Ну, уже скучно становится бегать, надо чего-то еще вот хочется, хочет душа. А у вас здесь есть плавание где-то? Да, у нас... Ой, мы приобщились к зимнему плаванию. Да, находит уже, плавает по зиме в речке у нас. Константин, давайте про вас немного. Ну, можно немного. У нас есть любительские кадры, когда вы выходите из моря, вас шатает? Ну, да. В этот момент вы вообще понимаете, во-первых, давайте, какой километраж вы преодолели? Ну, это... Какая-то была траектория? Там было в Владивостоке, примерно месяц назад плыли вокруг мыса. Это самая дистанция составляла 5 километров, но условия были такие штормовые практически. Ну, небольшой балл, но, по крайней мере, это вот я плыл, допустим, мне с головой накрывало. То есть я поднимаю руку, а ты плывешь под водой, как бы, потому что волна такая высокая. И это было несколько раз. Допустим, вдоль берега были волны. Ты боялся даже подойти к берегу близко, потому что, если вот все плавают на море, то у берега волна чуть побольше. И вот они такие с гребнем, и такие волны, и, как бы, ну, было довольно-таки тяжело. Но и в то же время у меня появился такой азарт, как бы, что ты плывешь и, как бы, борешься за свою жизнь. Ну, так утрировано говорится, да. А вы момент, когда вы не понимали, где вы находитесь, а туда ли я плыву? Ну, это... Вас кто-то координирует в этот момент? Ну, там у нас, конечно, во-первых, я плыву с буйком, который обеспечивает, если у меня что-то становится плохо, я беру за буйок и нахожусь на плаву. Немного отдыха? Нет, то есть можно отдыхать, и на тот случай, если что-то с тобой случится. То есть это как спасательное средство. Лодки сопровождения идут, то есть за тобой смотрят и так далее. Ну, как бы, я из-за того, что первый раз плыл, у меня было масса неожиданностей. Во-первых, я первый раз попал в такую шторм относительно, когда бы я... Ну, жизнь бы не по лесу в эту воду, в виде эту волну. Затем, когда мы заплыли за мыс, что для меня больше неожиданности. Я совалась 2 километра еще плыть, как вы говорите, потеряли. А я смотрю и ничего не вижу. А там туман стоит с стеной, и ты плывешь, как бы, вроде бы, ветер, и тут волна, а тут повернул за угол, грубо говоря, и там туман с стеной, и ты не видишь ни лодок сопровождения, ни участника. Мы вдвоем с пацаном плывем, полчаса проплыли, я говорю, а слушай, мы хоть туда плывем или нет вообще? Вдалеке там берег видно, но мы понимаем, что мы ведем правильно. Я говорю, давай ближе к берегу, поплыли ближе к берегу, я потерял этого пацана с собой. Ну, то есть, ну, правда, после появились лодки сопровождения, естественно, все прошло благополучно, ну, были вот такие эмоции, которые ты, естественно, нигде не увидишь, и, во-первых, и не почувствуешь этого. Ну, в итоге я доплыл, да, как говорится, вышел, проплыл, во-первых, минимум лишний километр, то есть это надо было дистанция 5, потому что я посмотрел по треку после по-своему, то есть я там и вбок, и вправо, и влево, то есть, ну, ориентиры, кажется, дезориентация была такая приличная очень, потому что, ну, ориентироваться только можно было на берег. Наталья, а всегда ли на участке триатлона плавание – это какой-то открытый водоем? Да, конечно, по правилам это открытый водоем обязательно. Есть такое сейчас, практикуется у нас в России из-за того, что у нас очень долго зимний сезон, есть такое, как триатлон внутри помещений. То есть это бассейн? Да, это бассейн, потом они на велостанках едут в каком-то тренажерном зале и по велодорожкам бегут. Есть такое сейчас, да, но это вот и только в силу того, что у нас климатические условия в России вот такие вот, во многих регионах зима. А так триатлон, конечно, только в открытом водоеме. Озеро, река, море, какой где есть водоем, там и плавают. Вот смотрите, мы вас представили как президента Федерации краевой, да, по триатлону. А у вас есть какие-либо подобные достижения? Наверняка тоже прошли какой-то огромный путь. Пробежали, проплыли, проехали. Ну, таких достижений, как у Анны, сутки я, конечно, пробежать не могу. Так же, как и зимой меня в прорубь не загонишь, потому что, честно, я воды холодной очень боюсь. Вот, но в триатлоне, как бы, сейчас мое самое большое достижение, это я, ну, пока половинку только преодолела, полный айронмен у меня еще пока впереди. Но из такого что-то необычного, может быть, в 21-м году я участвовала в заплыве через пролив Босфор в Стамбуле, вот, который проводится там, то есть там дают, между континентами плывешь, получается, между Азией и Европой, и всем, кто финиширует, дают удостоверение межконтинентального пловца. Ух ты, как звучит. А расстояние-то какое? Расстояние, сам по себе пролив Босфор, он разный, он достаточно узкий, там в каких-то местах он есть полтора километра, в каких-то есть там 800 метров, но плывут, получается, с одной стороны, с Азии, плывут вдоль самого пролива на европейскую сторону 6,5 километров. Ну, примерно столько же, сколько я был. Да. А по времени... Ну, вы это заплутали, поэтому вы лишнее нагребли. По времени, ну, моё время 58-10, потому что там существует течение, потому что... А, 58-8? А сейчас в воде? Да, вообще там лимит 2 часа, потому что пролив Босфор же перекрывают, он же стратегически очень важный, это единственный судоходный канал между Европой и Азией. И специально для вас его закрывали? Для всех 2600 участников со всего мира. Ну, представляете, какой адреналин, когда вот столько людей одновременно сортует. Ты вот, знаешь, это вообще, это неописуемо, когда толпа людей, допустим, сотни человек, и они все, море кипит, ну, и тысяча человек, ну, и даже сотни человек. И просто это даёт такой эмоциональный подъём, когда тебе бьёт по голове, когда ты кого-то бьёшь по голове, ты синяки, руки выбиваешь, пальцы выбиваешь. И вот это вот так вот происходит примерно вот так, изнутри немножко любой заплыв, примерно вот такой вот, где при общем старте. Ну, то есть бывает с воды, с пирса или с берега, то есть по-разному, где-то забегаешь, где-то всё. Ну, и как бы вот это есть адреналин, это спорт, он затягивает, чем затягивает, допустим, спорт, что вот этими ощущениями где-то в жизни таких не увидишь никогда. И эти ощущения ты можешь испытать на какой-то гонке. Вот дня затянуло и плавание холодовое, потому что тоже холод, залезть в воду, но это практически в 30 градусов мороза. Допустим, у нас был один чемпионат России на термометре, это в том позапрошлом году. Ну, в прошлом году, в прошлом году, да. 35 градусов мороза, я поплыл 200 метров, там нас согласилось, что человека 4 только плыть. То есть это ты плывёшь. То есть уже четвёрка финалистов, грубо говоря. Ну, это в разных, ну да, ну просто там нереально, если честно, в воду залезть и так плесить. Обидно тому, кто четвёртым пришёл, вроде будут согласиться. Нет, а там получилось как одна девочка была, по-моему, и парни по возрастным группам в рамках. А, все получили медали. Да, конечно. Все получили медали, но 90% просто не поплыло. У вас впереди сейчас чемпионат Хабаровского края по триатлону. Да. Вот много ли вообще у нас хабаровчан в этом виде спорта? И кто эти люди? Это молодёжь приходит, детей приводят? Смотрите, триатлон у нас в Хабаровском крае, на самом деле, развит очень давно, более 10 лет. И родоначальниками триатлона был Комсомольск-на-Амуре. Они первые проводили триатлон у себя, наверное, лет даже 15 ещё назад. Хабаровские уже у нас с 13-го года. То есть 11-й год подряд проводятся триатлоны. Вот. И участвуют люди абсолютно разные. Участвуют спортсмены действующие с других видов спорта, приходящие сюда. Это участвуют любители, которые хотят проверить себя и преодолеть себя. Потому что прежде всего триатлон – это преодоление. И когда люди его заканчивают, они всегда гордятся очень сильно собой. И, конечно же, хотят на следующий год большую дистанцию. Потом закончили – ещё большую, ещё большую. И мечтой любого триатлета и спортсмена становится аэронмен, то есть железный человек. Все хотят им стать. А вот так называются эти люди? Вот вы тоже железная леди. Ничего нет. Аэронменом, чтобы стать, нужно проплыть 4 километра, проехать 180 и пробежать 42. И только тогда вы будете железной. Да. Три марафона. Считай, в один старт три марафона преодолеть. Ну, как бы это тяжело. Это в общей сложности сколько? Это получается 226 километров. В общей сложности. А есть у нас такие в Хабаровске? Конечно. У нас в Хабаровске порядка 10 спортсменов, которые, некоторые уже неоднократно преодолевали это такое расстояние. То есть это сейчас мы даже не самых сумасшедших, кавычка, не убежать. Мы вас так называем. Допустим, я готовился и не рискнул, потому что я посчитал, не был готов. Примерно лет 7 назад готовился именно к Эрмену, но не рискнул. У Анны нам неудобно спрашивать, а вот у вас прошу. Сколько вам, Константин, лет? Ну, мне уже довольно-таки много. 61 год мне. Вспомнилось, получается, сейчас практически везде на соревнованиях даже соперников разных видов спорта. То есть в триатлоне нету практически 60 и старше людей. Ну, здесь нету. То есть, по крайней мере, на уровне края или города. Ну, вот на России, допустим, по плаванию, там есть участников. Ну, не так много, но все равно есть. Там уже борешься за призовые места. На мире, допустим, тоже есть по зимнему виду плавания. Ну, так если со всего мира, то, конечно, наберется. На уровне Хабаровска приходится бороться с 30-летними, 40-летними. Но я уже как-то адаптировался к этому. То есть и на тренировках с ними все равно с многими сталкиваешься. Ну, на пятки, я думаю, вы еще и наступаете. Ну, стараюсь, как бы, во-первых, мотивировать их, потому что многим не хочется проигрывать дедушке группы. Да, да, да. А детский триатлон есть? Так вот, это и есть наша больная тема в Хабаровском крае, потому что мы отстаем сильно не только в этом вопросе от западной части нашей страны, но и от соседнего даже Приморского региона, где детские отделения есть. И там даже проводится этап Кубка России, точнее, не этап Кубка России, детская лига триатлона всероссийская там проводится. Вот. У нас пока, к сожалению, есть только одна частная школа, коммерческая. А бесплатных бюджетных школ или отделений у нас, к сожалению, нет. А в чем сложность? Вам по большому-то счету вот чистые водоемы есть, да? Мы, кстати, не сказали, что берутся пробы, да? Конечно. Обязательно. 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 Воды в лабораторию сдается. Это тоже очень интересный факт. Водоемы есть, территория есть. Что еще нужно? Буквально, может быть, три недели назад президент Федерации Триатлона России написал обращение к РИО-губернатору Хабаровского края с обращением именно об открытии детского отделения краевого. Вот пока ждем ответы, надеемся, что, может быть, ситуация изменится для нас в лучшую сторону. Да, надежда есть, потому что это считается даже самым спортивным главой региона. Да, очень надеемся на это, да, что он услышит нашу передачу и что он прочитал это письмо. Я думаю, что если вы будете пробовать, то у вас все получится. Вы вообще настырные люди. Вам ли об этом говорить? Люди, которые могут столько бежать, столько крутить. Для этого мы сюда и пришли, чтобы пропагандировать вид спорта, в который нам нравится участвовать, чтобы нас услышали, увидели. Да, а мы вас позвали, потому что мы хотели посмотреть. Чтобы привлекались, приходили к нам молодежь, дети. Мы это самые рады их увидеть. И, естественно, чтобы нас власти поддержали в нашем начинаниях и выделили ставки. Я так понимаю, ставок нету. По сути, одно только, конечно. Да, нету, нету, ну, не платят людям. Ну, я думаю, мы вас услышали. Мы вас точно услышали, надеюсь, что дальше-то как-нибудь дойдет. Мы тоже надеемся, если не услышим, мы повторим. Я думаю, наша передача и будем видеть. У нас в гостях были. Легче чем проплыть. Марты Шкова, участница суточного забега и чемпионата мира по зимнему триатлону в Китае. Константин Сизранцев, призер чемпионата мира по зимнему плаванию. И Наталья Катринюк, президент Федерации триатлона Хабаровского края. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что-то пропустили. Все материалы и этот эфир вы можете посмотреть на нашем сайте. Хабаровс.тв.ру Я Марьяна Гейт. Прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok